День России День России – самый молодой государственный праздник. Впервые его отметили в 1995 году. Во всех городах в этот день проходят народные гуляния, патриотические акции, концерты. В Сарове празднование Дня России традиционно начинается на стадионе Икар. Гостей праздника приветствовали представители администрации и ядерного центра. Также спортсменов поздравил заслуженный тренер России Виталий Михайлов. Виталий Карлович был одним из тех, кто принял участие в областной акции «Стафета флага России». Напомним, в преддверии праздника в наш город прибыл государственный символ, который принесли по улицам общественные деятели и известные спортсмены. Флаг – это атрибут государства. И когда тебе доверяют нести флаг России, это очень приятно и ответственно. Поэтому я с удовольствием принял это предложение и принес флаг с гордостью за Россию. После торжественной части спортсмены разошлись по точкам. Всежелающие могли выполнить испытания комплекса ГТО на летнем фестивале «Готов к труду и обороне». Также работала площадка, на которой проходила военизированная «Стафета». Участникам необходимо было собрать и разобрать автомат на скорость, попасть в мишень, пробежать в костюме пожарных, размотать пожарные шланги и эвакуировать раненого. Чуть позже начнется традиционный уже в Сарове атомный воркаут. Мы его проводим. Сегодня первый этап. Вообще будет три этапа, которые пройдут еще в День молодежи и в День физкультурника. И потом победители поедут в город Глазов. Я думаю, что каждый горожанин, который решил, что для них спорт – норма жизни, сегодня находится на стадионе и находит в себе то спортивное испытание по душе, которое он сегодня готов в силу своей подготовленности и настроения выполнить. Кроме того, любители шашек могли принять участие в БЛИЦ-турнире. Затем праздничные мероприятия переместились в парк имени Зернова. Напряженная схватка. В рамках первенства Приволжского федерального округа по футболу ИКАР-2006 принял на своем поле лидеров турнирной таблицы «Радий» из Нижнего Новгорода. Напряженная, азартная, эмоциональная встреча ИКАРа 2006 года и «Радий» из Нижнего Новгорода держала в напряжении болельщиков до последней минуты. Игра для нашей команды была первой в сезоне первенства Приволжского федерального округа. К середине тайма Саровской команде удалось отправить мяч в ворота противника. До перерыва ребята продержались победным счетом. Очень помогала поддержка трибун, признались юные футболисты. Мы желаем ребятам большого удачи, стальных нервов, стальных ног. Мы болеем за всех. Это же наша команда. Желаем только удачи и везения. Очень достойно, во-первых. Обе команды смотрятся. Командная игра. Ребята просто заряжены. Я желаю им удачи в этом турнире, потому что я знаю, что они сильные мальчики, они справятся. Нашим ребятам достался сильный противник – литер турнирной таблицы. За плечами команды «Радий» из Нижнего Новгорода две победы из двух игр сезона. Практически всю игру «Икар» велся счетом 1-0. Однако к концу второго тайма футболисты допустили грубую ошибку в обороне. «Радий» сравнял счет. До конца игры забросить мяч в ворота противника не удалось ни одной команде. Первенство продлится три месяца. Игр еще много. Сегодня мы только… Для нас это был первый тур. Планов конкретно по месту мы не ставим, но это все спортсмены – амбициозные люди. И задача – в каждой игре бороться на максимум. Мы желаем футбольной команде «Икар» 2006 года рождения победных игр, а также достойно показать себя в первенстве. Спортивную школу «Икар» посетили ведущие тренеры страны по художественной гимнастике Екатерина Сиротина, старший тренер юниорского состава сборной команды России, хореограф-постановщик и Ольга Царева. Для старовских гимнасток тренеры провели двухчасовой спортивный мастер-класс и раздали автографы. Ведущие и заслуженные тренеры России по художественной гимнастике посетили Саров. Екатерина Сиротина, старший тренер юниорского состава сборной команды России, хореограф-постановщик и Ольга Царева провели для спортсменок спортивной школы «Икар» мастер-класс. Ради встречи с профессионалами в наш город приехали также преподаватели и гимнастки из Арзамаса. Что вы ожидаете от этого мастер-класса? Какие-то положительные эмоции, что будет очень классно. Мы хотим научиться чему-то новому, узнать, чтобы подработать свои упражнения и делать их сложнее и лучше. Я хочу научиться чему-то новому, изучить что-нибудь новенькое и попробовать. Я бы хотела научиться некоторым элементам, а также работать с предметом. Перед мастер-классом Екатерина Сиротина побеседовала с девочками о спорте и важности разминки в художественной гимнастике. Поэтому в самой двухчасовой тренировке большое место было отведено разогревающим упражнениям на стопы и ноги. Новым элементам и техникам учились не только юные спортсменки, но и их преподаватели. Например, некоторые педагоги записывали ценные рекомендации Екатерины Сиротиной в тетрадь по ходу тренировки. В завершении тренировки Екатерина Сиротина и Ольга Царева раздали автографы юным гимнасткам и получили памятные подарки о посещении Сарова от спортивной школы ИКАР. На стадионе ИКАР прошел турнир по силовому двоеборью «Атомный воркаут». Победителей призеров определяли путем подсчета баллов за каждое упражнение. Фитнес городских улиц – воркаут, спортивная субкультура, которая продвигает тренировки на уличных площадках как бесплатную и эффективную альтернативу тренажерным залам. На турниках и брусьях можно не только подтягиваться, отжиматься и качать пресс. Творческий подход – одна из ключевых черт воркаута. Наглядно собравшимся это продемонстрировали судьи соревнований. Воркаут – это достаточно доступный вид спорта, потому что, занимаясь воркаутом, вам ничего не нужно, вам не нужен тренажерный зал, вы можете выйти на любую спортивную площадку и выполнять гимнастические упражнения, подтягивания, отжимания от пола. Также, если у вас уже позволяет уровень, вы можете выполнять какие-нибудь трюки, до которых у вас хватает сил. Первый отборочный этап турнира «Атомный воркаут» по традиции провели в День России. На стадионе собралось 30 спортсменов разного возраста. Состязались в двух возрастных категориях. Первая – до 16 лет, вторая – старше 16. Проверить свои силы пришли как новички, так и участники, которые входили в тройку лучших в прошлые годы. Когда только все началось, я все три места занял. Получается, в первом этапе я третий занял, во втором – второй, и вот в третьем уже первое место занял, поехал в Глазов. На следующий год я уехал в армию, после армии вернулся, там был этап, я тоже поучаствовал. Третье место занял, призы получил, был рад. Мы участвуем первый раз в таком турнире, а тут сначала подтягивание и подтягивание с кусок. Мы уже потянулись, а почему – пять раз. Мы потянулись, просто одинаково, мы участвуем первый раз, и было немного воплотительно. Количество повторений и качество выполнения – два основных критерия при оценке упражнений. До конца разгибать локти, не делать рывков, менять положение рук на перекладине только один раз. В силовом двоеборье участники сдавали подтягивания и отжимания на брусьях. Традиционно несколько этапов проходит в Сарове. Вот сегодня первый этап, 25 июня на День молодежи будет второй этап, и на День физкультурника будет завершающий этап соревнований, и затем ребята поедут в глаза. По итогу состязания первые места взяли Альберт Кочетков и Дмитрий Чепегин.